Мы сейчас находимся в Турции, в Алании, вернее даже в Мавкутларе и за нами магазин Migros. В Таллине мы снимали магазин Рими, а здесь магазин Migros. Сравниваем цены в двух странах, это Эстония, Европа и Турция и смотрим насколько Турция догнала или обогнала по ценам Европу. Сразу первым делом вкусняшка, вот входишь и сразу в нее втыкаешься. В Турции перец за килограмм стоит 79,95 лир. Перец на рынке стоит 40 лир килограмм. Бименькие красные перцы, вот такие, стоят 7,94 за килограмм. Обычная паприка стоит евро 75. Обычные помидоры в магазине стоят 42 лиры, а маленькие помидорки, вот такие, стоят 36,95. На помидоры цена разная, начиная с 99 центов, вот такие, и заканчивая 5 евро. Которые по 5 евро? Вот 4,98 вот эти. Вот эти 4,76. Есть еще вот по 2,18. Огурцы стоят евро 99, вот такие вот, за килограмм. Огурчики стоят 37 лир. Перцы, огурцы, помидоры, зелень однозначно дешевле в Турции. Тут уже бесспорно, особенно на рынке. Но еще бы не хватало, чтобы это все было дороже. Но хотя, хотя, мы уже перестали, мы вначале удивлялись, сейчас уже как бы так констатируем просто факт, что ого, ого, видели сегодня, что женщина хотела купить грибы, подошла и сказала, ой, нет, обойдусь-ка я без этих вешенок. Ну то есть, а раньше покупали все. Она не так чуть-чуть сказала, она такая, ого, больше 5 евро. То есть, они там стоили, по-моему, 250 лир. Ого, больше 5 евро, обойдусь-ка я без этих вешенок. Ну вот такие. Вот так, да. То есть, если мы раньше покупали, там они были 30 лир, потом они были 40, потом 50, потом уже где-то к сотне мы их уже перестали покупать, а сейчас уже 250, ну вообще просто. Картошка и лук стоят 11,95. А картошка на рынке стоит 20 лир килограмм. Лук на рынке стоит тоже 20 лир килограмм. Вот такая чистенькая мытая картошечка стоит евро 19, но если грязненькая, вот такая, 59 центов. 59 центов, да. Морковка уже упакованная, такая красивая, стоит 50 лир килограмм. Морковка от картошки недалеко ушла 58 центов. Лук стоит 50 центов. Морковка на базаре по 30 лир килограмм. А зачем брать морковку, если может за 50 папайю взять? Вот так вот выглядят свежие фисташки. Взяли мы полкило, пиздация пяхкель. Это я ни в коем случае не ругаюсь, по-эстонски так называются фисташки. Сколько в магазине стоит авокадо, мы так и не знаем. Но одна штучка стоит 50 лир. А авокадо, вот такие, кстати, черные вкусные авокадо, за килограмм 3,32. Удивительное дело, картошка, морковка, лук, авокадо дороже в Турции. Но я понимаю, ну картошка, морковка, это вообще непонятно. А авокадо, который... А авокадо, да, хотелось бы пару слов сказать. Здесь деревья эти, авокадо растут, ну очень много их. И приходишь, смотришь, полное дерево этих авокадо. Почему такая цена, непонятно. Ведь в Эстонию их везут, откуда, да, за 3-9 земель. И продают дешевле. И еще бывает так, что если начинают чуть-чуть портиться, начинают вообще скидывать, там, минус 50%. В Турции же вот лежат какие-то там уже почти испорченные авокадо, их тоже пытаются продать. До последнего. Да, прям вообще, до последнего. Когда он уже почти умер, ну вот, все равно его пытаются продать. 10 лир, 10 лир. Дыня в магазине стоит 15 лир килограмм. На рынке, кстати, тоже. Дынька вот такая среднеазиатская, вкусная, кстати. Стоит 65 центов за килограмм. А сливы? А сливы евро 15. А бананы, сейчас скажу. Бананы стоят евро 29. Сливы стоят 42,95 за килограмм. А вот куда летят бананы, в какой космос? И кто их покупает по такой цене? 84,95. 84,95. Это просто обалдеть. Ужас. Что нас больше всего удивляет, так это цена в Алании на бананы. Они здесь растут везде. Просто на каждом шагу. Но почему такие цены? Почему в Европе цена на бананы дешевле, чем в Алании? Где они растут? Какой-то парадокс. Бананы на рынке 50 лир. Это получается евро 31 цент. Ну, примерно как в Эстонии. Ну, может быть, немножко дороже. Но хорошие. Похуже бананы, может, дешевле купить. А какие цены на бананы у вас? Вот в этих странах, где вы живете? Может быть, так оказаться, что вот бананчики, которые растут у меня за спиной, самые дорогие в мире? А персики стоят 2,49. Кирсиков здесь не видно, а вот мектарины стоят 76,95. Но если говорить про фрукты, то фрукты еще пока что дешевле. Но некоторые приближаются. Но некоторые уже. Манго здесь дороже. Манго дороже. Привозной дороже однозначно. А те, которые здесь в Ветипашии выращивают, но они тоже дороже, чем те, которые у нас привозят. Не выращивают, конечно. Маракуйя тоже. Мы тут как-то приехали как раз в Турцию, пришли в Стокман. Смотрим, по 6 евро Маракуйя. Мы такие глазам своим не поверили, что неужели так дешево стоит. Мы тогда еще сказали с тобой, что это в 3 раза где-то дешевле, чем здесь. Чем в Турции, да. Ну, в общем, удивительно. Молоко и кефир стоят от 35 до 55 лим за литр. Молоко в среднем евро 50, потому что оно разное. По евро 49, по евро 65, но в среднем где-то евро 50 за литр. Кефир в среднем стоит точно так же. Яйца стоят самые дешевые 15 центов штучек. Вот такие. Евро 48, 10 штук. А яйца домашние, коду Талу, стоят 2,75 за десяток. Вот так, недешево. В магазине яйца стоят от 70 до 100 лир за десяток. Но на рынке почему-то яйца дешевле. Хотя они там органи, культуральные. Ну, вот непонятный продукт. А на рынке яйца стоят 50 лир 10 штук. На масло очень такой большой разброс цен. Даже не знаю по какой причине. Вот, например, самое дешевое масло 82% стоит евро 15. Но это самое дешевое. Все остальное, начиная уже там 2,45, 2 евро, 1,45. Вот, например, а это даже не масло, это спрей. Вот масло 2,45 стоит. Говорит, цену за килограмм. Цена за килограмм 12,25. А самое дешевое? А самое дешевое 6,39. Но это, я не знаю, вообще масло или нет. Скажем, вот такое вот сливочное масло стоит почти 14 евро. 2 евро пачка. Вот это вот. Сколько здесь? 150 грамм. 14 евро за килограмм. Да. Сливочное масло стоит от 300 до 600 лир за килограмм. Разброс огромный. Вот это самое дорогое масло. 823 лиры за килограмм. Может быть, это вот и есть самое-самое, что ни на есть, натуральное. Хотя нам понравилось больше всего. Вот это масло. Оно такое прям пахнет коровкой. Что касается сливочного масла, то я бы сказала, что оно одинаково. Что в Эстонии, что в Турции. По одной цене приблизительно. Потому что там действительно, что у нас много большой выбор, что здесь большой выбор этого масла. Ну, в принципе, где-то одинаково. Ну, вот так как-то странно, да? Некоторые сорта везде пишут, что 82%. Некоторые дешевле в Эстонии, некоторые дороже в Турции. Вот непонятно. Но мне кажется, что все-таки качество может быть лучше в Турции, а цена все-таки дешевле в Эстонии. Вот так, наверное, можно сказать. Это надо, чтобы понять, насколько хорошее качество, это нужно отдавать это масло на экспертизу и тогда уже сравнивать. Ну, такая экспертиза, как просто попробовать. Мы так не заморачиваемся. То есть здесь все-таки вкуснее. Молочка все-таки дешевле пока здесь получается. Молочка, ну вот да, молоко, кефир чуть подешевле. Не на много, но подешевле. Сыры не сказал бы, что дешевле. Вообще не дешевле. Ну, да. Сыры, я сказала бы так, что турецкие сыры так же, как в Эстонии, эстонские, скажем. А если здесь привозной сыр купить, какой-нибудь там твердый сыр или с плесенью сыр или еще какой-то, ну, это будет даже дороже, чем в Эстонии. Макарон, цены абсолютно разные. Можно купить за 10, а можно купить за 36,95. Макароны стоят от 3 евро до евро. Скажем, если на скидки попадаешь, вот, например, 2,95, 2,69, а было 3,65. Вот это макароны евро 29. Например, вот такие вот панзани евро 79 сейчас по скидке. А полная цена 2,25. Хотя раньше я помню, что они были по евро. То есть подорожало почти больше, чем два раза. А барилла стоит 2,39. Вот такие спагетти. Гречневая крупа стоит около 3 евро за килограмм. И рис, кстати, точно так же. Гречка стоит 80 лир за килограмм. У меня такое чувство, что дешевле, чем в Эстонии. Басматный рис стоит 80 лир за килограмм. Но есть и за 44. А нам в Туруции нравятся вот такие макарошки домашние. И стоят они 43,90. Что касается макарон, риса, гречки, на удивление, гречка здесь дешевле. Когда-то гречка была недоступна, просто недоступна. И когда-то в 3-4 раза была дороже, чем у нас. Даже еще мы застали эти времена. И не так давно, это 3 года назад было, гречка была намного дороже, чем у нас. А теперь, наоборот, в Эстонии гречка дороже. 3 евро за килограмм. А здесь получается 2 с копейками, 2,20. Ну, тогда то же самое, как вы видели, макароны и рис. В общем-то, значительно дешевле. Свиной шейный карбонат стоит 5,29 за килограмм. Ох, смотрите, какой вкус мантик. Свинины нет совсем, поэтому здесь баранина и говядина. Говядина стоит от 800 до 1100 за килограмм. И баранина примерно где-то 800 лир за килограмм. Хорошая. А вот мясо, мясо тут, я не знаю, золотое какое-то. Если в Эстонии можно купить за 5, за 6 евро килограмм свинины, но здесь получается, вот вы сейчас видели только что, буквально, вот мы показывали, 20 евро, 30 евро килограмм. Но это уже, ну, можно сказать, в разы. Я хочу сказать, что в Эстонии тоже 20 и 30 евро, может быть, за килограмм. Это же говядина и баранина. Но все дело в том, что кроме говядины и баранины есть свинина как альтернатива. И люди, например, с маленьким достатком могут позволить себе питаться, ну, покупать мясо. Но тут же нету этой альтернативы. И поэтому приходится покупать то мясо, которое есть за большие деньги. Три недели назад, четыре, наверное, мы с тобой покупали в Эстонии баранину каре за 14,90 килограмм. Здесь такой цены уже нет давным-давно. Ну да, такие вкусные, мы прямо на косточки брали. Да, да, да. То есть здесь мясо просто, просто космос. Единственное, что мы покупали его замороженным, а здесь оно продается свежее. Вот в этом есть разница. И, возможно, есть разница в самом качестве мяса. Тут мы тоже не... Тут тоже мы не эксперты. Не эксперты, да. Не можем утверждать, какое лучше, какое хуже. Сейчас цены на рыбу. Дорадо стоит 359-389 за лир за килограмм. Паламут очень дешевая, 139 лир за килограмм. Есть зато за 249 есть вот такие вот крабики. 550 стоит красная рыба. И креветки стоят 499-50 за килограмм. Рыба здесь вся свежая. Здесь ее можете заказать, что вам ее порежут, почистят, отрежут голову. В общем, все, что угодно, что хотите. Здесь делают филе. Это мне очень нравится, что самому даже ничего не нужно делать. Покупаешь, сковородочку вперед. Форель стоит 149 за килограмм, а лосось 1299. В Турции это все самон. Здесь, конечно, отличается форель от лосося. Красная рыба и креветки дешевле в Эстонии, как ни странно. Их туда привозят, но точно так же, как здесь. Ну, норвежский лосось, самон здесь называют. Я не знаю, везут ли его с Норвегии или где-то здесь выращивают. Но здесь он значительно дороже, чем в Эстонии. И креветки, которые выращиваются здесь, они тоже значительно дороже. Другая рыба, которая вылавливается в море здесь. Такая, как дорада и сибас? Ну, она тоже не вылавливается, она тоже выращивается. Но, да, в принципе, дешевле, но ненамного. Эту же самую дораду и сибас везут у нас туда в Эстонии и продают. Даже написано, что она турецкая. Немножко дороже, получается, у нас она там. И такая рыба, конечно, как паламуты, здесь дешевая. Там 69, где-то 70 лир за килограмм получается, 3 евро. Но в Эстонии мы же тоже не рассматривали дешевую рыбу, которая водится там. Ну, да, салаку мы не рассматриваем, она тоже очень дешевая. То есть, в принципе, здесь рыба все-таки немножко, можно сказать, подешевле. Подешевле, посвежее. И что мне больше всего здесь нравится, вот я уже только что говорил в ролике, что здесь можно ее... То есть, ты говоришь, взвешивают целую рыбку, а потом ее разделывают так, как ты скажешь. То есть, почистят, порежут, все, что хочешь. Кафаек, курук-йок и филе. Умничка, выучила. Курица стоит 2,99 и 3,99 за килограмм. Это уж смотря какой фирм. Курочка стоит 95 лир за килограмм. Куриная печенка стоит 3,78 за килограмм. Курица, да, костемся курица. Это тоже как бы мясо, но птица. Курица дешевле здесь, в Турции, чем в Эстонии. Не сильно, где-то процентов на 30 дешевле. И курица здесь вкуснее, на самом деле. Потому что у нас в Эстонии курица напичкана, я не знаю, чем там. Здесь, нет, я с тобой поспорю, потому что смотря, где здесь покупать курицу. Опять же, если покупать курицу у мясника, это одно. А если покупать курицу в обычном магазине, то мне кажется, она точно такая же. Ну, может быть, это вообще такой спорный вопрос, но она здесь немножко дешевле. Арбузы стоят 89 центов за килограмм. Арбузы стоят 20 лир за килограмм в магазине и 15 лир за килограмм на рынке. Ржаной хлеб стоит, начиная с евро и выше. Булочка самая дешевая, 175 центов. А, в принципе, также где-то по евро вся остальная стоит. Свежая выпечка, чебата, очень вкусная. Стоит 88 центов, а после восьми вечера можно купить ее минус 50%. Пол цены. Турция в Турции невкусная и дорогая. Вот смотрите. Ну, вот такой стоит 60 лир. Этот стоит 40 лир за килограмм. Но без тостера вообще их есть невозможно. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Вот такая стоит 40 лир булочка. 40 лир вот такая маленькая буханочка хлеба. Но он тоже такой серый. И запах как пластилин, я не знаю. Мне он не очень нравится. Сколько стоит русферин? Русферина нет. Перестали производить похожий черный хлеб вместо черного хлеба. Просто-напросто баранки. Баранки. Стуки огромное количество в магазине. А черного хлеба нет совсем. Если есть вот такой вот серый, но есть его невозможно. Она повторяется. Она просто не видела, что я снимал уже. А еще раньше был вот этот русферин хлеб. Вот он только на картинках здесь остался. Сейчас я покажу. Вот такой и такой. Бородинский и ржаной. Но сейчас и его нет. Как и иностранцев, в общем-то, тоже нет. То, что касается выпечки и хлеба. Хлеб в Эстонии намного больше разнообразнее выбор. И вкуснее, чем здесь в Турции. Мы не говорим сейчас... И дешевле. И дешевле, и дешевле. Мы сейчас не говорим про белый хлеб. Кто-то сейчас скажет, что здесь местный экмек. Просто чудесный. Ну, на вкус и цвет, как говорится, ребята. А черного, темного ржаного хлеба здесь как такового нет. Совсем. Он, если тот, который и есть, но... Ну, не знаю. Для меня он несъедобный. Может быть, опять же, для меня, для Лены. Кто-то скажет, что вкуснее, чем турецкий ржаной хлеб. Не ел в жизни никогда. Балованный ты, балованный. Халяв. Так, пишите в комментариях, кстати, кому здесь нравится ржаной хлеб. И вообще, где он есть, ржаной настоящий хлеб. Он здесь какой-то серый. Нравится ли он вам вообще? Нам нет. А так как у нас есть чем сравнить, мы считаем, что в Эстонии хлеб очень вкусный. Ну, вот парадокс. Когда мы приезжали в Турцию на отдых, все включено, как бы мы особого значения хлебу не придавали. Мы его вообще не ели. Мы его практически не ели. Но я помню, что он мне нравился. Но, опять же, это же та пекарня, которая находится либо рядом с гостиницей, они берут оттуда хлеб, либо в самой гостинице они его выпекают и вот прям свеженький вам дают на стол. Где работают хорошие повара, ориентированные на туристов и делают все заточено под туристов. Да. А здесь же все-таки мы покупаем вещи, ну, в смысле не вещи, а продукты, которые рассчитаны на местных жителей. И поэтому вот такие несоответственные, вкусовые несоответствия получаются. Это когда-то делали какую-то продукцию, например, в бывшем Советском Союзе. И на экспорт отправляли все самое лучшее в красивых упаковках, а на местный рынок все так себе. Кстати, а вот чешское пиво, насколько я знаю, вот оно наоборот. То, которое для внутреннего рынка, оно просто песня, вот которая отправляется на экспорт, вот оно так себе. Шали-бале, как говорят здесь в Турции. А вот ты так медленно подвел к алкоголю. А к алкоголю я так медленно и подвел, потому что... Что еще-то хотел-то сказать? А дальше по списку твой любимый отдел. Водка, вино и пиво. Да, пиво, вино, водка, виски, баланта и сироп. Пиво в Турции неплохое. Но цены смотрите сами. 63 лиры. Вот такой туборг. 71 лира. 75. 65. Дальше идем. Эфес. Дальше идем. Эфес. Эфес. 69. 50. Эфес 69.50. 70 лир. Бамонти. Ну, в общем, вот такие цены. 60-70 лир за бутылочку. Смотрите, Будвайзер стоит 116.50 за пол-литра. И за 300-граммовый паулайнер стоит 98 лир. Хочется пивка, но не хочется. Перехочется. Сразу же. И на цены разные. Вот такая вот. 169.90 Талибак. Ну, в принципе, такое обычное столовое вино. Средняя цена, наверное, где-то 400-500 за бутылочку. Вот 300 можно тоже купить. Есть, конечно, и по 1100. И по 1500. И по 800. В общем, цены разные. Самая большая цена это 1550. Вот за бутылку. Ну, это перебор, конечно. Но, в принципе, где-то за 300 лир нормальная бутылка. То есть за где-то 8, 7-8 евро можно нормально вино купить. 969 за литр. Это Смирнов. Балантайс 1100 за литр. Баночка пива приближается уже к 2 евро. Вот, например, Гринберген стоит 2,39. Бланш стоит 2,09. Ну, это хорошее пиво, как бы. Но эстонские тоже не отстают. Посмотрите, евро 79, евро 59. Не знаю, я пробовал когда-то, но так сидит. Не сказать хуже. Ну, в принципе, вот. Евро 50, евро 70, евро 39, Александр. Оликок премиум стоит евро 45. Ну, в общем-то, к 2 евро приближается баночка. Хорошее чешское пиво. Вот уже 2,45. Пильсный Рургуэль стоит. Уже так не синенькое его попьешь. 2,45 баночка. Средняя цена на вино, наверное, десятка. Ну, в принципе, вот за 6,59 неплохое, я думаю, вино. 6,99. То есть где-то за 7 евро можно вполне нормальное вино купить. Как и светлое белое, так же и темное красное вино. Можно купить. Вот это 8,99. Испанское хорошее риоха. Хорошее вино. Это уже подороже немножко. Есть и за 5,99. Это Леона Африка. Это африканское вино. Но тоже нужно африканское. Не просто вино. А еще. Значок такой. Семелье Совета. Водка самая дешевая. Вот. 6,74 стоит бутылочка. Это получается 13,48 за литр. Блин, это не водка, это взрыв мозга. А нормальная водка стоит, ну, уже где-то 23,99 литра. Стоит 19,98. Ну, грубо говоря, 20 евро литр. Да. 20 евро литр уже такая более-менее приличная водка стоит. 26 евро литр, 20 евро литр. Ну, в общем, 20 евро литр. В среднем стоит водка. По скидке стоит 0,7 бутылка, 18,99. Джим Бим стоит литровая 25,99. Ну, и Джеймсон стоит там 35 евро, 21,69. 22,79. Вот такой. Ред Лейбл 10,99. Это пол-литровая бутылка. И литровая бутылка 26,29. Бакарди 22,99 стоит. Ну, коктейльный ром хороший, ароматный, вкусный ром, допустим, Плантейшн. Он уже стоит 27,79. Но только совсем недавно он стоил 19 евро. Буквально пару месяцев назад. Вот это хороший ром. Балантайс пол-литровая вот такая бутылочка стоит 13,99, 14 евро. Все, что я вам хочу показать. Вот такой вот Армагнак. Очень хороший, кстати, напиток. 26,99 стоит бутылка. Ну, вот, в общем-то, такие цены на основные продукты в Эстонии. Зина нас все-таки выперли. Сказали, нельзя снимать. На последнем кадре. Это классно. Нам повезло. И вам тоже. Ну, алкоголь тоже. Вот странная тема. Примерно мы сейчас посмотрели. Примерно мы посмотрели. Хватит прикалываться. Теперь это трудно. Вот когда ты уже ржешь, и вот это трудно будет обрезать. Не, ну, ты сейчас опять примерно и дальше продолжай. Примерно мы посмотрели. Примерно мы посмотрели. Я молчу, молчу. Ну, тут есть, конечно, уже отдельная тема для разговора. Вы пишите свои мысли, свои комментарии. На сегодня мы вам скажем до свидания. До новых встреч. И пока-пока. Пока. Не забывайте лайки ставить. Или дизлайки.